Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим, как защитить свой трафик в интернете. К примеру, если вы находитесь в общественном транспорте или в кафешке, или просто вы хотите анонимизироваться. В этом случае самый лучший способ использовать такой сервис, как OpenVPN. Он позволяет вам шифровать ваш трафик и обезопасить вас от мошенников или от какой-либо третьей руки. Итак, первое, что нам нужно, это, как ни странно, купить сервер VDS за какие-то копейки в районе одного доллара. Но я советую брать за 3 доллара в месяц, так как вы на него можете повесить свой личный почтовый сервер, также VPN, также простейший прокси, еще вы сможете хостить ваши сайты и многое другое. Главное его не нагружать до предела, а так этот тариф спокойно вытянет. Это сайт zomra.com, он предоставляет дешевый тариф. Я уже пользуюсь им 2 года и не вижу никаких проблем. Далее, если вы хотите использовать самый дешевый тариф, вы должны уточнить у техподдержки возможность устанавливать VPN, потому что в большинстве случаев хостер блокирует этот трафик. Но вот если мы посмотрим в описании, здесь есть конкретный запрет. Запрещено выполнять массовые рассылки писем и размещать в VPN прокси. Ну, немного вранье, потому что они хотят себя обезопасить от этого. У меня есть официальный ответ насчет этого вопроса, где я писал, что я хочу обезопасить свой трафик от злоумышленников. И они мне ответили, что это возможно и никаких проблем не будет. Это вот по этому тарифу. Покупаем его, оплачиваем. И нам на почту приходит письмо с подробными характеристиками для входа по SSH на наш сервер. Как войти на сервер по SSH, вы можете загуглить там простейшие команды. Итак, находясь на SSH сервере, обновимся. И так мы видим, что все обновления присутствуют. Единственный очень важный момент. Отключите доступ по SSH через учетную запись. И также поменяйте порт на SSH. Так, по-моему, это делается в каталоге ETC SSH. Так. Управим конфиг. И поправить на более надежную комбинацию цифр. К примеру, вот такой. Далее сохраняете, перезагружаетесь, все работает. Соответственно, нам нужно еще установить сам докер. Это тоже делается очень просто. Всегда советую использовать инструкции от самого докера, а не какие-то копипасты, в которых могут быть ошибки и устаревшая информация. Так мы видим, что нам нужно. Установить дополнительный софт. Добавляем GPG-Key. Ключ. Далее выполним эту команду. Добавляем репозиторий. Так, обновляемся. Обновляем, точнее, репозиторий. И устанавливаем нужный ПО. Отверждаем. Все, у нас есть докер. Теперь нам надо перейти в докер хаб. Вот по этому адресу. Создавал этот образ Алекс Литвиненко. Скажем ему спасибо. У него даже есть, по-моему, здесь видео-туториал. Кому интересно, можете сами посмотреть. Так, далее. Копируем нашу команду. Вставляем ее в терминал. Соответственно, добавляем флаг D, чтобы наш контейнер запускался в фоновом режиме. Жмем Enter. Все, переходим в браузерную строку. Вводим наш IP-адрес на конце порт. Жмем Enter. Он предлагает нам сохранить наш файл. Сохраняем. Далее мы проверяем еще раз, что наш сервер закрыт. Да, как видите, ничего не доступно. Закрываем вкладку. Теперь для клиентских устройств мы используем на Linux вот эту команду через Suda. Либо, если вы пользуетесь Android или, возможно, iPhone, там есть приложение OpenMPN. Подсовываете ему этот инфигурационный файл, который мы скачали, и он прекрасно работает. Итак, давайте проверим. Вот наш IP-адрес. И теперь мы попробуем активировать наш OpenMPN. Так, странно. Здесь, походу, ошибка. Тут нужно 2 тире поставить. Все, теперь проверяем наш IP-адрес. Вот мы видим, что IP-адрес сменился. А значит, мы защитили наш трафик. На этом все. Спасибо всем, кто смотрел. Я надеюсь, что буду выпускать почаще видео, потому что время ограничено работы, учебой и семьей. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok